И всем привет, ребят! С вами, как всегда, я, Алексей, и сегодня мы продолжаем с вами проходить сборку модов Minecraft, которая называется Better Minecraft. И сегодня мы с вами будем отправляться в End. Собственно, как вы понимаете, перед этим роликом я немножко подготовился и построил немножечко свой домик. Наконец-то у нас будет более-менее хотя бы нормальный дом, а не как раньше был кусок кала. Собственно, сделал себе немножечко алмазной брони, точнее, нашел. Я вам честно все и откровенно говорю. Вот такие вот стеклянные двери здесь у нас есть в Better Minecraft. Ну, я считаю, что в обычном Minecraft должны быть вообще стеклянные двери. Собственно, здесь у нас такая прихожая, предбанник такой, знаете, красивенький. Здесь у нас, конечно же, кустики с ягодками. Это даже будет теперь первый этаж. Здесь у нас, короче, огроменный склад с этими бочками. Бочки, кстати, реально очень удобная тема, честно вам хочу сказать, прям офигенский. То есть здесь реально помещается очень много всего. Собственно, здесь такая стенка красивая. И поднимаемся на второй этаж. Здесь пока что практически ничего нету. Собственно, жизнь здесь будет очень красива. У нас здесь панорамные окна есть, конечно же. И вообще мне, если честно, очень нравится. Собственно, кроватка у нас здесь. Здесь все очень круто и великолепно. Но не одним домом сытым будете. Поэтому давайте-ка я вам кое-что покажу интересное. И в каком же у меня сундуке? Ах, да, точно. Вот они. Ока Эндера. Я добыл целых 25 штук перед этой серией. Я очень долго ходил в аду. И на самом деле в аду было просто безумно интересно. Ну и ца еще не все, как говорится. Ведь я надобывал каких-то прикольных руд. Собственно, там были зеленые и фиолетовые руды. Их там было реально безумно много. Я уже посмотрел. Из них крафтится какой-то интересненький пендерит ингот. И почему-то изумруд. Хотя это и миральдит. Ладно, короче, нам нужны вот такие вот инготы, чтобы из них делать офигенские вещи. Ну, броня, наверное, лошадиная нам не сильно нужна. Но у нас здесь есть вот такие вот штуки. То есть, ну, я думаю, что вы понимаете, что из обычных незеритовых вещей мы можем улучшать эти незеритовые вещи и делать пендеритовые. Как-то это немножко странно звучит. Ну, в общем-то, собственно говоря, не важно. Нужен один пендерит на один вот такой вот инструмент. Я думаю, что у нас вроде как хватает, мне кажется, на все инструменты. Жалко, броню нельзя сделать. Но этих слитков там, точнее, этих блоков, этой руды там просто миллион. Особенно, если покопаться и поискать, собственно, сам незерит. Я его тоже немножечко нашел. У нас его теперь три штучки есть. Нашел какой-то ящик с луком. Короче, здесь много всякой интересной фигни. Мы добыли, точнее, я добыл еще один флаг, который мы, конечно же, повесим над кроватью. Ведь это очень круто и красиво. И, собственно, сегодня будем отправляться в энд. Я надеюсь, что мы найдем что-нибудь интересное. Но перед тем, как мы отправимся туда, я бы хотел скрафтить полностью алмазный сет брони. Естественно, потому что у нас нету шляпы. Хотя вот, может, на самом деле, шляпу-то и не крафтить. Мы можем, в принципе, и в этой шляпе остаться. Смотрите, какая у меня есть красивая фишермен хэт. Что вы думаете по поводу этого? Напишите в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Фишермен хэт у нас есть. Поэтому, наверное, оставим так шляпу. И я думаю, что... А где? А, точно, у меня же тут верстак. Я думаю, что мы, в принципе, оставим эту шляпу. Просто скрафтим нам сапожки красивые. Точнее, по ножи. Потому что, ну, в железных ходить как-то не очень. Вот теперь у нас хороший законченный вид, я считаю. Великолепный, классный, восхитительный. Да, наверное, еще многие спросят, а как ты добывал, собственно говоря, эти око так быстро? У меня есть каменный меч за добычу 3. Да, за добычу 3 каменный меч у меня теперь есть. Я его нашел в аду, в одном из сундуков. Собственно, я нашел там бастион, и там лежал вот этот каменный меч. На прочность, заговор огня и добычу. Вот такой вот интересный, крутой меч. Честно говоря, это прикольно. И лук, кстати, на силу и откидывание. То есть, у меня теперь есть прикольный лук. Лук, правда, честно говоря, у меня очень мало стрел. То есть, для этого лука нужны стрелы. У него нету бесконечности, к сожалению. И также я еще нашел еще одно яйцо эфирного дракона. Да, еще одно. Я не знаю, что с ними делать. Я надеюсь, что мы сможем в будущем воспитать дракона. И это будет достаточно, наверное, прикольно. Ну, собственно, что? Мы будем отправляться в энд. Я пошел искать, собственно, портал. И мы будем сегодня отправляться в энд. А, нет, еще не все. Нам нужно, естественно, естественно, набрать стрел для лука. Я надеюсь, что мы его и топором замочим. Я не думаю, что там будет какой-то он сильный. Хотя, возможно, его, конечно, прокачали. В принципе, звучит это вполне логично, что его немножко прокачали. Да, у меня, кстати, есть еще золотой меч на заговор огня. Но потом я увидел, что здесь заговор огня 2. Поэтому немножко бессмысленно, конечно, с ним ходить будет. Собственно, еда у нас, в принципе, есть. Я думаю, что этого... Ну, хотя, ладно, давайте возьмем еще еды. Почему бы и нет? Еда никогда не бывает лишней. Собственно говоря, где у меня тут еще стрелы? Да, стрелы я надобывал. Я понаходил всякие данжики. Собственно, в аду я гулял в этом аду целых 4 часа. И за это время я смог повыбивать некоторые предметы. Конечно, кто-то скажет, что это хрень. В принципе, наверное, могу согласиться. Но все же, что есть, то есть. Мы, наверное, можем спокойно отправляться в энд. Я сразу же хочу сказать, что я не буду пока что крафтить низеритовую броню. Потому что в низеритке мы с вами, скорее всего, пойдем в Twilight Forest. И будем проходить Twilight Forest уже в низеритовой броне. Потому что это вполне логично звучит. И понятно, зачем нам сейчас нужна вообще низеритка. Мы тогда очень быстро убьем дракона. А так хотя бы будет хоть чуть-чуть поинтересней. Ну что, ребят, ищу себе, ищу портал. А здесь заспаунилась вот такая вот крутая штука. Собственно, здесь портал в ад. Выглядит он просто фантастически красиво. Я вам честно скажу, ни разу такого портала в ад не видел. Там есть золотой блок. Ух ты, пещерный корень. Прикольно, это, наверное, для чего-то нужно будет. Собственно, здесь куча бочек. Да, я еще походил, полутал немножко всякого железа там. Ну, там были всякие данжи. Их тут вообще очень много в этих модах. Поэтому не удивляйтесь сильно. Собственно говоря, у меня уже нету места просто-напросто в моем чемладане, так скажем. Поэтому я думаю, что мы с вами возьмем бочку, наверное, какую-нибудь из этих. И в будущем в бочку просто... Ну, давайте две бочки. И в будущем в бочке просто положим рядом с порталом эти штуки. Смотрите, как это красиво. Блин, я все такие плакаты собираюсь... Ну, как бы собираюсь себе, потому что это выглядит очень прикольно. Здесь такая бронечка, что очень круто. Я, наверное, здесь тоже вайпоинт поставлю. Я поставил там еще интересные вайпоинты. Но их вы увидите в следующих сериях. Не буду вам спойлерить. Думаю, что вам, в принципе, понравится. О, алмазы. Нифига себе. Я просто бежал и залутал уже шесть алмазов. Еще алмаз. И еще два алмаза. Девять алмазов. Так быстро залутал. Ой, здесь сундук. Ну, сундук почти пустой. Ладно. Собственно, у нас здесь есть кафедра. Не знаю, зачем она нам здесь нужна. Здесь очень прикольный плакат с драконом. Я его, наверное, тоже заберу. Потому что... Смотрите, сколько у нас плакатов. Блин, этих плакатов у нас просто миллион. Ну, собственно, вот такая вот красивая пещерка. Вообще, я должен быть где-то рядом с порталом. И я просто-напросто копался. И нашел вот такую вот пещерку. Слушайте, здесь прям много этих плакатов. А мне интересно, это что ли какое-то ответвление от данжа или нет? Это что ли? Я подумал, что это Эндермен стоит. А это какое-то нашаталово. Охренеть. Охренеть. Это мы где? Елки-палки. Это похоже опять на подобный данж. Ну, я даже, честно говоря, не знаю, что это такое. Я надеюсь, что здесь все-таки портал и находится. Потому что... Как бы все указывалось сюда. Вот смотрите. Ай, тихо, тихо, тихо. Ладно. Смотрите, у нас, если пробежать вон туда... То там вроде как какая-то фигня. И вроде как что-то похожее на портал. Если я все правильно понимаю. Давайте пробежим и посмотрим. Блин, сколько тут всего? Здесь столько ответвлений, честно говоря. Не знаю, что это вообще такое. Что это за данж? Очень много мобов, кстати говоря. И... Так, смотрите. Здесь какие-то бочки и сундучки. Есть алмазы? Нет, ну есть еда. Блин, у нас, кстати, все эти заполнены. Полностью заполненный инвентарь. Слушайте, ну еды здесь можно прямо нафармить нормально. Яблоки есть. Нифига себе, сколько тут еды. Слушайте, ну по луту прямо, честно говоря, это сборка вообще... Как говорится, лута не жалеет от слова совсем. Тут много очень яблок. Я собираю хлеб, потому что хлеб это очень питательно и круто. Поэтому хлеб я вам тоже крайне рекомендую. Вы, кстати, можете обратить внимание, если что, на карте, на каком я сейчас блоке нахожусь. И немножечко, наверное, охренеть. Ой, здесь есть, кстати, компас. Ну ладно, компас мы оставим, не будем его трогать. Итак, что же это за штуковин? А как туда попасть? А, слушайте, да! Офигеть, это портал в End. Вы прикиньте? А может быть, было и в том портал в End? Слушайте, это очень хороший вопрос. Это прям целый тронный зал с порталом. Тут, кстати, ни одного этого нету, чтобы вы понимали. Слушайте, нет, это выглядит очень круто. Мы, естественно, с вами поставим метку сюда. И впредь будем сюда возвращаться и телепортироваться, наверное. Потому что это очень прикольно. Давайте добавим кроваво-красный. Ну, давайте сделаем какой-нибудь типа вот такой вот. Потому что все-таки это как-никак End. И здесь у нас очень много всего интересного. Я надеюсь, что все-таки мы сюда с вами будем приходить когда-то. И здесь у нас будут стоять даже сундучки с каким-то лутом, если что. Давайте что-нибудь положим. У меня есть вот такой вот клевер, который мне пока что совершенно не нужен. Здесь вообще будет много всего. Кстати, обсидиан у меня есть. Я добыл его также в сундуках. В общем-то, вот это я думаю, что выкинем. Зачем она нам сейчас нужна? Бирку. Ну, бирку давайте оставим. Мы, если что, сюда потом в будущее придем с вами. И будем немножечко прикалываться. Флаги я все, естественно, оставляю здесь. Потому что они мне очень сильно нужны. Я не знаю, будем ли мы отправляться сегодня в следующий после End портал. Но, возможно, все, конечно, ребята. Ну что, давайте активировать портал в End. Смотрите, как это все красиво выглядит. Возможно, с этими модами здесь есть... Как сказать-то? Охренеть. У нас, кстати, осталось еще Око Эндера. Ну что, ребята. Я думаю, что мы можем с вами спокойно отправляться в End в такой красивой шляпе. У нас, кстати, еды должно быть очень много, да. И будем с вами делать жесть. Итак, ребят. Ну что. Вот мы с вами и заспавнились. И Ender Дракон уже здесь. Блин, а у меня, кстати, с собой нету блоков. Вот это я тупанул. И я все Ender жемчужины положил обратно. Ребят. Так тупануть мог только я. Без рофлов. Блин, вот это я идиот. Ладно, что ж. Придется, видимо, кильнуться. И из дома отправиться в наш великолепный End. Сейчас тогда добудем немножечко блоков. И я вернусь. Итак, ребята, попытка номер 2. Ну, точнее, наверное, уже номер 3. Но эти писюны меня очень жестко мочат. И я сейчас подумал, может, все-таки стоило хотя бы меч зачарованный принести сюда. Итак, здесь, кстати, валяется мой трупешник. Интересно, что... А, ну, вот так вот. Ладно, окей. Итак, они на меня как-то очень быстро агрятся. И мне это прям не нравится, честно говоря. Блин, как это красиво, охренеть. Очень красивый End выглядит. Итак, давайте возьмем наш лук. Смотрите, как красиво выглядит эта портальная штука. Это что, мистически обсиданного оруда? Окей. Давайте снесем, короче... Не попал немножечко. А, вот так вот круто. Давайте быстро посносим все эти штуки. Потому что это сразу же, естественно, нужно делать. Ну, дракон вроде как обычный. Ничего прям удивительного в драконе в самом нету. А вот эти штуки, они прям прикольные, конечно. Черт, промазал. Я надеюсь, у нас тратятся обычные стрелы. Вроде как, да. И это достаточно хорошо. Слушайте, ну, стрел нам должно вроде как вводить на дракона. И это круто. А вот эти штуки можно, интересно, взорвать. И, типа, избежать жесткой анальной кары. Итак, можем ли мы попасть? Да, можем, вполне. Окей. Вон туда мы точно не попадем, на эту верхнюю штуку. А вот на остальные, в принципе, вполне возможно. Вон там есть что-нибудь? Или я просто... Да, есть, отлично. Слушайте, ну, в принципе, выглядит очень красиво. Если бы было такое в обычном Майнкрафте, я думаю, что многие бы просто офигевали. Кстати, у меня что, заговора нет? Главное, нет. Я, наверное, стреляю какими-то другими стрелами. Ай, тихо. Неужели это облако мне так сносит хп? Вы что, прикалываетесь? Это прям что-то очень жестко. Вам не кажется, ребят? Пишите в комментариях. Не попал. Тихо! Кто эти сейчас агриться возьмет? Почему я не попадаю? Шутка какая-то, что ли? Ну-ка, еще раз. Давай, давай, давай. Отлично! Великолепно. Слушайте, ну, их осталось вроде как еще совсем немного. Я тушь нес или нет? Он, по-моему, лечился от нее. Да! Слушайте, я его прям... Чувствуйте, я его прям злю. Ну, давай, откуда ты еще будешь лечиться? Мне интересно посмотреть. Слушайте, мне прям нравится такая бойня. Итак, ты будешь еще лечиться? Или не будешь? Когда он запускает эти снаряды, немножко пролагивает вайкрат, честно говоря. Ну, блин, сборка очень прикольная. Я прям вообще балбли. Серьезно вам хочу сказать. Все, что ли? Я все снес? Да ну, так быстро. Ну, ладно, давайте попробуем его убивать уже, наверное. Что, кто? Не надо меня бить! За что ты меня бьешь, друг? Я тебе ничего плохого не сделал. Ты что? Уже даже посмотреть на тебя нельзя, ты меня бить будешь. Это вообще несправедливо. Ставь лайк, если тоже, кстати, это бесит, что немножко посмотреть на эндермена, и все, он тебя начинает бить. Ты, кстати, садиться будешь, придурок? А! А что ж ты мне раньше не сказал? Ну, давай, попади. Блин, она под куполом! Это не честно! Это не честно совершенно! Она под куполом, и ее тяжело сносить. Ладно. Если вы думаете, что это так просто, вы, наверное, знаете, каково вообще убивать в Майнкрафте обычного эндер-дракона. Ну, это как бы немножко все-таки посложнее, чем убивать обычного эндер-дракона. Пожалуйста, не агритесь на меня, потому что я этого не хочу. Он отрегенился полностью, насколько я понимаю. Я бы хотел банановыми пострелять, мне интересно, что это? Ай, тихо! За что? За что ты меня? Я ж тебе даже не успел учить. А что это? Теласиева какая-то, да? Ладно. Это, наверное, что-то исключительно эндерской тематики. Я не понимаю, какими стрелами я стреляю, честно говоря. Вроде обычными, но почему они поджигаются? Это прям отличный вопрос. Давай, чувак, садись. Я... Я... Мне надоело на тебя смотреть. Я хочу... Нет, он лекается. Как же все-таки этот дебильный дракон меня быстро убивает. Ребят, все-таки, наверное, вам я буду рекомендовать создавать назеритовую броню и все-таки идти на этого дракона, наверное, в назеритке, потому что так его убить достаточно тяжко. Так, ребята, все. Осталось буквально чуть-чуть. И как бы... Блин, зачем у меня поменялось все, елки-палки. Так, я в него выстрелю стрелой, и он должен умереть. Я не попал, как? 9 стрел. Ребят, одна попытка. Что? Нет, пожалуйста. Нет! Черт, кто меня бьет? А, ладно. Еще одна, пожалуйста. 5 стрел осталось. Давай! Что? Да, я его убил, наконец-то. Это было очень, очень напряжно. Я вам сейчас без рофлов говорю. Это было ужасно напряжно. Он сносит кровати. То есть, кровати не поставить. Как красиво тут стало. Офигеть. Очень круто. Тут стало безумно красиво, ребят. 60. Ну, что-то, кстати, мало хп как-то. Точнее, экспы. Очень мало. Блин, как тут красиво стало. Согласитесь, прям топово. Здесь, кстати, осталось яичко. Я не знаю, его, кстати, можно взять и из него сделать питомца. Это хороший вопрос. Нет, просто яйца дракона написано. Ну, ладно. Собственно, что? Мы можем, наверное, с вами отправиться в незабываемое путешествие в новые земли. Итак, вон там у нас эта штукенция. Я вам предлагаю просто на нее построиться. Я, наверное, повырезаю половину просто битвы с этим дебильным идиотским драконом. А что так близко-то, кстати? Что так близко-то? Ближе-то еще не могло быть. Да. В общем-то, это было достаточно прикольно вообще, если честно. Ну, это прям хардкор. У меня не хватило блоков. У меня есть дерево. Отлично. Дерево нам как раз подойдет. Слушайте, очень долго. Что? Долго? Далеко, может? Может и далеко? Не знаю. Короче, очень далеко вообще выпала эта портальная штука. Пожалуйста, Minecraft. Minecraft. Вроде Minecraft немножко проперделся и все стало более-менее нормально. Итак. Кстати, тут можно блоки прям под себя ставить. Прям вот снизу. То есть, вот как-то у меня сейчас это получилось. Нет. Немножечко. Немножечко, видимо, не так. Так. Мы почти уже. Почти. Мы очень близки к этому моменту. Я к этому шел очень долго. Всего две серии. Вот. Но я надеюсь, что вы рады. И мы телепортируемся. Да, спасибо. Может, хватит? Ладно, можем и так. В принципе, мне без разницы. Итак. Новый мир. Мир микросхем. Естественно. Ну, что я могу сказать. В принципе, пока что выглядит недурно. Вот это прикольная руда. Я ее, наверное, добуду. Может быть, из нее можно что-то интересное скрафтить. Мир прогружается. Поэтому немножечко подлагивает. В принципе, как всегда. А тут будет еще что-нибудь. Слушайте. Вот эту руду я, наверное, прям подобываю. Давайте посмотрим, что из нее можно скрафтить. Я ее уже немножечко тут наколдовал. Можно слитки сделать, кстати говоря. Это круто. Так. Эндер плавильня. Не знаю, зачем она нужна. Прутья можно. А вот и, собственно, бронечка. Как я понимаю. Да. Пять штук. Ну, слушайте. Если честно, броня ужасная. Тут, конечно, можно много всего еще сделать. О, можно сделать наковальню. Неплохо. Я думаю, что у нее будет большая прочность. И все, что ли? Да ну. Бред. А вот из этого? А. Понял. То есть, в принципе, в принципе, из этого всего брони мне не сделать, да? Ну, как? Можно сделать, но броня будет просто ужасно. Это что? Какой-то... Вау. Нифига себе, тут какие-то деревья растут. Да ну. Слушайте, ну тут прям нужно... Тут прям нужно путешествовать по-настоящему, честно говоря. Вау, тут какой-то... Вы посмотрите, это данж. Я смогу телепортнуться, как думаете? Нет. Черт. Ладно. Мы с вами возьмем небольшой разбег и... Телепортнусь? Да, отлично. Слушайте. Вау, это вообще... Вы посмотрите, это настоящий биом. Офигеть, как это красиво выглядит. А это что такое? Это что, портал? Стоп. Здесь что, можно еще куда-то телепортироваться? Я могу? Неизменный пьедестал. Окей. Что мне с ним делать? Да ну, это реально портал куда-то. Это не шутка? Блин, здесь какие-то штуки можно расставлять. Вы посмотрите. Может, можно его поджечь? Нет? Нет, поджечь его нельзя. Ну, ладно. Ну, слушайте, это портал, и это достаточно прикольно. Мы, наверное, сохраним здесь вайпоинт. И, если что, мы просто... Типа... Так, вайпоинты. Мы просто с вами телепортнемся сюда, и все. Напишем портал, наверное. Портал, чтобы не ошибаться, естественно. Потому что у нас здесь должен быть еще и обычный портал в обычный мир. Итак, у нас здесь куча всего интересного. Посмотрите, это реально целые биомы. Офигеть. Биомы в Энде. Слушайте, это очень круто. Честно говоря, я просто не ожидал, что здесь реально будут настоящие биомы. Но выглядит это очень красиво. Честно. Напишите в комментариях, вам нравится или нет. Давайте телепортнемся. Блин, на самом деле нам нужно... Хватит на меня агриться. Что ты... Что тебе от меня нужно? Постоянно им что-то от меня надо, этим баскетболистам. Итак, ребята. Ну что, вот я наконец-то и подформил немножечко... Эндер... Жемчуга. Поэтому мы сможем с вами наконец-то телепортнуться чуть повыше. И... Можем даже, наверное, сразу же вон туда телепортнуться. Потому что почему бы и нет, в принципе. Главное не отпускаться слишком низко, понимаете? Потому что... Если вы... Это что там? А, это продолжение этого биома, наверное, да? Ну давайте телепортнемся, в принципе, по чуть-чуть. Вау, как это красиво. Это просто фантастически круто. Это та же самая? Да. Это та же самая руда. В принципе, если драться вот моим каменным мечом, то получается неплохо. Это что такое? Это... Это... Это что такое? Офигеть. Какая-то новая хреновина летать. Я даже, если честно, не буду пробовать даже с ней драться. Потому что выглядит она как-то просто ужасно страшно. И ужасно мощно. А это что такое? Блин, сколько тут всего? Хочется все это изучать? Я надеюсь, эта фигня к нам не прилетит, ребят. Потому что... Ну как бы, выглядит она так, как будто она нас просто за два удара уничтожит. Вот. Ну слушайте, можно вот наконец-то реально подфармить немного жемчуга. Может, стоило, кстати, дракона убивать этим каменным мечом. Потому что это получается достаточно быстро. Плюс еще урона с огня. И... Выходит... Очень даже неплохо по урону. Так, давай ты... Давай ты не будешь меня сильно лупасить. Хорошо. Где он? Вот он. Вот плохо, что он на заговор огня. Потому что убивать таким образом эндерменов достаточно неудобно. Потому что они телепортируются при каждом уроне. И поэтому становится прямо ужасно не круто. Где он? Он умер? Ой. Эта штука летит сюда? Может, хватит? Не выпало, да, ничего? Да, ничего не выпало. Ладно. Смотрите, какая красота. Это кто такие? Это какие-то дельфинарии. Блин, выглядит очень круто. Я так и не понял, кстати, тут какая-то земля? Или что это такое вообще? Это... Плю-лю-ум какой-то. Непонятно. Непонятно. Очень непонятно, но очень интересно. Блин, ну круто здесь, круто. Я очень рад, что они меня не так сильно бьют, эти эндермены. Ну, блин, было бы круто, конечно, если бы здесь было побольше всякой интересной руды. Так, тут все закончилось. Туда мы просто не успеем телепортнуться, ну, точнее, не сможем по дальности эндерперла. Остался всего один эндерперл, но я думаю, что вы понимаете, что здесь есть куча всяких биомов. Вот как их убить? Ай. Ничего себе, я заспаунил эндермита? Или он сам заспаунился? Это, кстати, хороший вопрос. Я думаю, что все-таки я его заспаунил. Заспаунил, вряд ли он может спауниться самостоятельно. Ладно, ну вот эти штуки выглядят очень зловеще, честно говоря. Но их, скорее всего, все-таки как-то можно бить. Смотрите, они от меня улетают, то есть, они не хотят со мной как-то взаимодействовать, как-то контактировать. Ну, ладно. В принципе, выглядит энд очень круто теперь. Я думаю, что ролик соответствует названию, потому что это самый красивый энд, который вы, наверное, видели. Если есть в каких-то других модах подобный энд, то пишите в комментариях. Мне будет очень интересно почитать. Итак, ребята, я еще на одном биоме. Здесь все такое красное и какие-то штуки стоят. Да, мне пришлось немножко повыбивать. Вау, там еще один биом. Слушайте, здесь тоже разнообразие биомов. Прям впечатляет, честно говоря. Я могу до туда допрыгнуть? Мне кажется, что нет. Но здесь продолжается вот этот биом. И начинается вот этот биом. Здесь нету, кстати, никакой руды, кроме редстоуна. Что удивительно. Венди, редстоун. Ну, ладно. И какие-то сталактиты. И вот такие штуки. Я так и не понял. Криптик вент какая-то. Вентиляция, короче. Ну, ладно. Мы ее можем, в принципе, добыть и получить. Что это? Это... Неужели это то, о чем я думаю? Да, порох. Действительно, мы можем из них выбивать порох. И, наверное, даже на элитрах летать. А что вот это такое? Это какая-то водица. А, ну да. Здесь же есть вода. Ладно. Вот эти штуки, конечно, очень классно выглядят. Прям так летают. Итак, ребят. Пробежав еще порядка, наверное, от 300 блоков, мы находим вот такой красивый биом. Здесь реально очень круто. Я не знаю. Мне прям нравится, честно говоря. Красиво выглядит. И вот прям как будто в обычном мире. И не скажешь, что ты в Энди. О, здесь летают эти штуки. Они здесь просто самостоятельно спавнятся. Удивительно. А с них падают? Да, с них падают мембраны. Офигеть. Слушайте, это достаточно круто на самом деле, что здесь просто самостоятельно спавнятся. Но это реально похоже на обычный лес. То есть обычный лес из Майнкрафта. Ничего такого примечательного. Но потом ты идешь такой и, ну, типа ты в Энди. Камон. Это прикольно. Блин, я хочу найти данж, если честно. И мне прям... Ой, опять эта фигня. И мне прям хотелось бы, честно говоря, добыть элитры или хотя бы какую-нибудь себе броню, чтобы меньше сосать бибу и больше творить всякую крутую дичь. Придется опять поубивать эндерменов и заниматься опять проказничеством. Понятно. Ребята, как вам такая атмосферка? Мы как будто с вами в космосе находимся. Очень круто выглядит. Называется этот биом Dry Shroth Blend. Это листва, как я понял? Это реально такие деревья? Блин, очень круто смотрится, честно говоря. И вместе с этими штуками атмосфера просто офигительная. Без шуток. Мне очень нравится. Ставь лайк, если ты бы хотел, чтобы такой энд был в обычном Майнкрафте. Вот я сейчас просто бегаю и мне прям дико нравится. У меня есть? Блин, у меня опять не осталось жемчугов. Да что ж это такое-то, а? Ну выглядит это все просто фантастически круто. Ну что, ребят, будем заканчивать эту серийку. Вот такое у нас было интересное приключение в Энде. Если вам понравилось, просто напишите в комментариях, мне понравилось. И все. Подписывайтесь на канал. Мы будем продолжать проходить данную сборочку. Мне она пока что очень нравится. Это был действительно один из самых впечатляющих эндов, которые я видел за всю свою жизнь. Всем спасибо, всем удачи и всем пока-пока, ребят. Пока.